7 февраля у входа на Максимову дачу прошла встреча главы города с компанией-проектировщиком и общественниками. По информации, представленной начальником главного управления природных ресурсов и экологии Сергея Самойлова, перед проектировщиком стоит задача разработать план благоустройства 13 гектаров усадьбы Максимовой дачи. Предварительные эскизы представили главе города. Пример. Вот есть летний домик, как один элемент из комплекса усадьбы дачи. Вот есть три варианта, вот нам проектировщики предлагают воссоздание вот этого летнего домика. Это вот концепция, которая требует определенного обсуждения наших общественников, города, чтобы они потом уже вошли в проектные решения. Представители общественного экологического совета при Севприроднадзоре внесли свои предложения по доработке концепции. Здесь есть некоторые постройки, которые не свойственны усадьбе Максима. Вот мы просто хотели к вам обратиться, чтобы сохранить историческое место, которое, как и положено по законодательству, как объект культурного наследия. Что вы имеете в виду? Снести более поздние постройки, как санаторий? Нет, я имею в виду, например, вот здесь предлагается создание именно театра. Здесь надо провести большое разминирование местности, потому что здесь шли тяжелые бои. Находились рядом две береговые батареи. Сама эта балка была занята 25-й Чапаевской дивизией. И сейчас очень много весной вымывается здесь различных подарков в виде гранат, мин, снарядов. Серьезную работу предстоит проделать и по паспортизации всех объектов культурного наследия. Тут очень много памятников истории. Это природный парк, особо охраняемая природная территория. Новые ландшафтные решения без вмешательства в существующие архитектурные формы. Мы будем обсуждать, конечно, можно и восстанавливать некоторые здания. Все это будет решаться именно на общественном обсуждении. Финансирование благоустройства Максимовой дачи пойдет по линии федеральной целевой программы. На эти цели заложено 600 миллионов рублей. Организовать общественное обсуждение проекта правительства Севастополя намерено в течение полутора месяцев. Подробную информацию чиновники пообещали разместить на официальном сайте. Кирилл Попов, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.